Хочется спросить у тебя про пределы человека, который занимается на своем, как говорится, в пауэрлифтинге. Вот если взять цифры, 250 кг, вот есть Рэйв Уильямс, все про него вспоминают, когда речь идет о чистом спорте, в АПФ. Поступает в федерацию с допинг-контролем, американец, естественно, приседает 490, вроде бы, килограммов без бинтов. Причем, что самое интересное, он приседает такой же вес, который приседает наш великий, ужасный Андрей Маланичев в бинтах и захимиченный. И причем он бешено талантлив. Ну, знаешь как, это то же самое сказать, а вот в плавне есть Майкл Фелпс, он с такими ластами, но есть такие, конечно, генетические уникумы, что тут сказать. А насчет предела, мы в свое время ругали за книжку сигаретной качалки, что там какие-то запредельные силовые показатели, я требовал от людей, занимающихся без химии. Извините, что перебиваю, мне кажется, я помню эту статью, ты написал, что... Полтора веса тела на шесть раз пожрать. И в конце, если вы это не делаете, то не говорите, что вы ходите в качалку, не позорьте. Не, немножко не так, я сказал, что если вы занимаетесь пять лет и еще не пожали 150 килограмм, никому не рассказывайте, что вы качаетесь. Вот, еще при советской власти, когда еще были какие-то методологические моменты, четко было сказано, 1,75 веса тела в жиме лежа на сухую достичь может практически каждый. Это не так много. Полтора веса тела на шесть раз с позиции лифтера – ничто. С позиции качка – это какие-то запредельные цифры. Вот-вот, сталкиваются они. Я периодически читаю дискуссию, от них говорят, да это хуйня, а другие говорят, это невозможно. Истина где-то посередине. Это уже берешься, а в приседаниях, например, на сухую, можно 300 килограммов присесть с голыми коленками? Дим, я не знаю, насколько крепкие коленки. Все люди разные, понимаешь, как вот. Средняя температура по больнице – это не показатель ничего. Есть генетические уникумы, есть обычные люди. Ну, я, скажем, считаю, что 200 килограмм там с весом, ну, пускай 80 килограмм, ну, может любой присесть при желании, позанимавшись. Это невеликая цифра. На счет 300, я думаю, это доступная единица. 400 – уже запредельная. Как ты говоришь, 490 – я не представляю, что это за человек и как он выглядит. В бодибилдинге тоже есть ребята, которые приседают в бинтах. Даже тот же Андрей Скоронный, где мы, кстати, с тобой виделись в последний раз 5 лет назад или 6. То есть, он любил приседать в жестких бинтах, там, по 270, по 260. Твое мнение вот об этой экипировке я тебе подвожу к пауэрлифтингу, потому что есть большой спор, что лучше экипировочный пауэрлифтинг или безэкипировочный. Есть ребята, которые говорят, что без экипа – это зло, потому что голые коленки, жим больших весов запредельных без майки – это очень опасно для мышц, для связок – это травмы. Нет, ну давайте еще разок. Люди должны, если они состязаются, они должны состязаться между собой честно при абсолютно равных исходящих условиях. То есть, если не дал Господь Бог тебе в крепких связях, чтобы сжать лежа, ну, собственно, и не жми. Майка. Один умеет ей пользоваться, другой нет. Она дает дикое преимущество тому, кто умеет ей пользоваться. Вот, насчет бинтов, там, еще чего-то. Страховать коленки надо. В качестве вот культуристов, в качестве страховки коленок, безусловно, бинты нужны. Ну, в качестве, там, способа поднять запредельный результат. А зачем? В билдинге совершенно не нужны какие-то сверхфантастические веса-то. Ты должен чувствовать работу еще. Да, ты, безусловно, должен выйти на определенный уровень рабочих весов и дальше просто чувствовать работу мышц. Я думаю, что с появлением инстаграма многие бодибилдеры хотят приседать или там. Если это перенести на пауэрлифтинг, эту мысль, то, скажем так, что в безэкипировочном пауэрлифтинге, с голыми коленками, кто там выступает, остаются на высоком уровне только те, кто... Кому это дано? Кому это дано? То есть, человек должен просто трезво оценивать свои возможности и выбирать дивизион, экипный или безэкипный. Только всего, если... Ну, ты понимаешь, что у тебя без майки что-то оторвется, потому что оторву на грудных я много видел. А как это понять? Пока не оторвете, ты не поймешь? Не, ну, определенные веса, ну, как вот, человек идет, и своя прогрессия становится на каком-то весе. Он должен, ну, четко понимать, что если, грубо говоря, без майки ты можешь пожать всего 180 кг, но безэкипный лифтинг он не для тебя. Соответственно, ты же ходишь в экипный дивизион, майки тебе добавляют, сколько там надо, и все хорошо. Но есть же те, кто спокойно жмут, он тут же Серго Шелестов, я помню, он безо всяких майок там, просто фантастический вес оттягал. Опять о чистоте спортсменов в пауэрлифтинге. Когда на просторах интернета идут споры, и когда люди, которые поднимают большие веса, они говорят, что они чистые, часто бывает так, что они просто забывают, что чистые, это значит вообще ничего не применять. И они забывают, и они считают, что там грамм... А, да грамма тесла натурал? Да, да. А это едим. Я ничего не могу сказать, но это выбор каждого. Потому что осуждать человека за то, что он принимает стероиды, в силовых видах спорта, мне кажется, глупо. Мы не заточены. Господь Бог у нас, эволюция пошла по пути эволюции развития головного мозга, а не мышц. Соответственно, мышцы наши, ну они до определенной степени доходят, и все, есть некий генетический предел. Если ты хочешь зайти за него, волей-неволей ты будешь принимать какие-то установительные средства. Все начнется с креатина, оксида азота, а дальше как пойдет. Ну, кстати, ты большой эксперт в этих вопросах. Если у тебя, допустим, будет спортсмен, которого ты будешь консультировать по именно витаминизации, спортивное питание и химии, и если он будет выступать в федерации IPF, то какие бы препараты ты ему посоветовал, не для того, чтобы обманывать контроль, а те, которые препараты разрешены, чтобы ты был честным перед этим. Чтобы быть честным. Во-первых, креатин, но, правда, у него все работает. Во-вторых, что-то для связочек, проколоть тот же хондрогард, который укрепит связочки. В-третьих, какие-то препараты, повышающие приводимость ЦНС. Они, опять же, не в списке. То есть, чтобы нервный импульс доходил быстрее, есть такие препараты. Примерно, ты знаешь, какие-то? Ну, пускай это останется между нами. Это будет мой некий ноу-хау. Ну, а не ноу-хау из общедоступных? Из спортпита. Не знаю, спортпит, аптечные какие-то. Ну, из аптечных, повторюсь, креатин, из аптечных хондрогард обязательно для связок. Где виды для проводимости ЦНС? Я поборюще сказать, что у нас, в апреки, все это надо искать. Но, по крайней мере, то, что ты об этом сказал, уже нежно. Ну, есть препараты. Вот, потом, что еще? Чтобы восстановить. Есть препараты, которые, во-первых, должны вас держать в нормальном состоянии в плане восстановления частоты сердечных сокращений и давления. Это, опять же, тоже, когда ты выходишь на какие-то веса, у тебя начинаются скачки того и другого, это может плохо кончиться. Ну, пару примеров препаратов. Ну, если я скажу слово аптеген и HP, это что-то тебе скажут? Не-не. Ну, я погуляю. Вот, выпускается такой препарат, который снижает ЧСС, при этом повышает работоспособность. Это спорпит. Это не аптека. Есть такие штуки. То есть спорпитом мы верим? Есть разные спорпит. Есть спорпит, это аминокислоты, прутеин и прочая приемель, ну, которые просто как дополнение к обычной пище. Есть какие-то продвинутые продукты, спорпит. Которые, скажем так, обыгрывают аптечные аналоги. А, обыгрывают аптечные аналоги. Они в комплексе, они гораздо сильнее. Вот. Ну, никаких даже аптечных аналогов, наверное, нет. Я вот видел недавно там. Была такая штучка Reload Immunity. То есть подбор всяких травок, которые повышают иммунитет. Ну, вот те ребята, которые... Привез где-то года 2-3 назад, пошел с Латвии. Ну, вот те ребята, кто принимает эту канитель, они последние 2-3 года, они не болели ни разу. Ни уровень, ни гриппом, ни простудой. Я не знаю, как в плане коронавируса, но все заболевания, они начинают принимать с осени и до середины весны, все заболевания простудные, их обходят. Я тут на пару секунд задумался, пропустил я название? Reload Immunity. Да, Reload Immunity. Это такая баночка, БАД. Хорошо? Нет, там капсулы. Ну, в России его очень сложно, знаете, нет? Не помню. Я тебе пришел, как картинки пришли. Название довольно уникальное, поэтому найти можно будет.